Здравствуйте! Вы смотрите и слушаете подкаст «Позитив» четвертый выпуск. Сегодня мы расскажем вам о том, что такое зонная теория Ансела Адамса и как измерить яркость объекта с помощью встроенного экспонометра камеры. При съемке фотографу всегда приходится решать задачу установки правильной экспозиции. Это связано с тем, что фотоматериалы могут передавать только ограниченный диапазон яркостей. Причем у фотобумаги он уже, чем у фотопленки. Кстати, этим и объясняется то, что незначительные ошибки на пленке легко исправляются при печати на фотобумаге. Использование теории Адамса значительно упрощает выбор экспозиции для сложных условий освещения. По этой теории любой освещенный объект можно разбить на 10 зон или ступеней от самого яркого до самого темного. Переход от одной ступени к другой соответствует одной ступени экспозиции, то есть изменению ее в два раза. И тона воспроизводится на обычной пленке пропорционально, то есть если один из тонов воспроизведен верно, то и все остальные будут располагаться в соответствующем относительно друг друга порядке. Далее мы опишем все эти ступени. Первая зона – это абсолютно черный фон. Деталей нет, как вы можете увидеть на иллюстрации. Во второй зоне вы видите тона, близкие к черному. Деталей все еще нет, но появляются чуть заметные цветовые оттенки. Третья зона – появляются детали в тенях. В четвертой зоне черный становится уже не таким темным, и вы видите хорошо проработанные тени. Пятая зона – вы видите нормальную тень, среднюю по плотности. Шестая зона – соответствует стандартному серому фону, отражающему 18% света. Седьмая зона – область цветов. Хорошо проработанный белый цвет, светлая незагорелая кожа, чистое синее небо. В восьмой зоне располагается белое небо. Также здесь вы увидите последние признаки цвета, и белый с хорошей деталировкой. В девятой зоне детали в светах начинают исчезать. Десятая зона соответствует совершенно белому тону, без каких бы то ни было деталей. Для того, чтобы правильно определить зону, в которую следует поместить объект, для начала следует измерить его яркость. А измерить яркость объекта можно даже с помощью встроенного в каметру экспонометра. Для этого следует переключить камеру в режим точечного замера экспозиции. В этом режиме камера будет замерять экспозицию в точке фокусировки. Установите режим «Приоритет выдержки» или «Диафрагмы». Наведите объектив на точку, яркость которой хотите измерить. Например, на рисунке это нос собачки. Нажмите кнопку спуска до середины. Запишите значение выдержки или диафрагмы, посчинанное камерой. Померите яркость как светлых, так и темных частей снимка и не забудьте про фон. Запишите все полученные значения. На этом примере для выдержки 1,8 камера показала, что пес соответствует диафрагме 5,6, фон – диафрагме 11, а тень – диафрагме 4. Таким образом, мы получили общую контрастность снимка в 3 ступени – от 4 до 11. Допустим, мы хотим поместить собачку в шестую зону, согласно зонной теории Анселя Адамса. Тогда на фотоаппарате нам надо выставить диафрагму 5,6, и пёс окажется в шестой зоне, тени – в пятой, так как они на одну ступень меньше, а фон окажется в восьмой зоне, так как фон на две ступени ярче собаки. Для того, чтобы сделать снимок светлее или темнее, следует ввести поправку экспозиции. Так, например, внеся поправку на одну ступень в плюс, мы сместим собаку в седьмую зону. Тени окажутся в шестой, а светлый фон переместится аж в девятую зону. Сделав снимок темнее, экспозиция плюс-минус одна ступень, мы переместим собаку в пятую зону, соответственно, тени в четвёртую, а фон переместится в седьмую зону, которая, как мы помним, соответствует светло-серым тонам, что мы и видим на данном изображении. Таким образом, изменяя экспозицию, можно значительно влиять на то, как выглядит снимок. Этот снимок при диафрагме 4 является снимком в светлых тонах, так как все тона располагаются от шестой зоны и выше. Снимок же с диафрагмой F8 практически является снимком в тёмных тонах, так как большая часть тонов располагается ниже шестой зоны. Используйте теорию Анселя Адамса при съёмке, и вы получите отличные качественные снимки. На этом мы с вами прощаемся. Вы слушали и смотрели подкаст о фотографии «Позитив». Отправляйте свои пожелания с комментариями на сайт светляк.ру. Спасибо за внимание, и до свидания ещё. Увидимся и услышимся. Продолжение следует...